Пожалуйста, откройте ваши Библии на Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иоанна, 16 глава, 33 стих. Сегодня проповедь у меня будет очень простая. Знаете, на этой неделе готовил такую хорошую проповедь. До вчерашнего дня готовил. Очень мне нравилась, понравилась тема. Очень такая, мне очень приятная, очень важная, сильная тема. И вчера она у меня уже практически созрела. Но когда я молился, мне Господь сказал, что я еще не готов эту проповедь сказать. Так что я надеюсь, я когда-нибудь буду готов ее сказать. Мне пришлось срочно готовить другую проповедь. Поэтому сегодня проповедь очень простая. Основана на стихе Евангелия от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам», это слова Иисуса, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Знаете, я посмотрел в интернете, очень интересно, много ресурсов есть на тему 100 самых великих людей в мире, 10 самых великих людей в мире. Есть книги, которые изданы, они так и называются, есть книга 100 самых великих людей. И там не просто имена этих людей, но их биографии. Как вы думаете, кто на первом месте? Пророк Мухаммед на первом месте. Как вы думаете, кто на втором месте? Как? Как? Будда? Нет, Будда на четвертом месте. Исаак Ньютон. Неожиданно, да? А кто на третьем месте? Как? Эйнштейн? Нет, не Эйнштейн. Иисус, как вы могли на третье место Иисуса поставить? Как это, Иисус на третьем месте? Да, Иисус, на третье место поставили Иисуса. Ну, когда... Кто составлял? Да, я посмотрел, кто составлял. Оказывается, астрофизик составлял. Но это объясняет Исаака Ньютона, да? Во всяком случае, как минимум. Но это считается таким вот, если в Википедии, допустим, наберете или вообще в интернете 100 самых великих людей, первым выплывает вот книга этого человека, оно считается, как бы это произведение считается таким общепризнанным. Этот рейтинг, он, ну, как бы признанный в мире. Ну, согласиться с этим или нет, с такой постановкой? Я смотрел другие рейтинги, и там вперед выходят Александр Македонский, Наполеон, там еще кто-то, даже Гитлер, даже Гитлер, ну, как люди, оказавшие самое сильное влияние на ход человечества, ход истории человечества. Ну, и поэтому туда попадают всякие Гитлеры, там и все остальное. Ну, Иисус где-то между ними, там тоже оказывается. Ну, вот, да, а почему люди составляют такие рейтинги, да? Вспомните Иисуса, который стоял перед Понтием Пилатом, и Пилат смотрел на Иисуса и не мог понять, кто это, что за фрукт, что за человек. Понтий Пилат не мог понять, потому что по всему поведению этого человека, это все равно, что взяли императора, просто надели другие одежды. Вот перед ним стоял император, по достоинству, с которым он себя вел, по тому, как он молчал и как он отвечал, как он спокойно себя вел перед лицом смертной казни, которая неминуемо сейчас вот ему угрожает. Просто он удивлялся. Я так сравнил с императором, но я вспоминаю императоров, и у них не было такого достоинства, у них не было такой силы. С другой стороны, да, вот он видит перед собой человека, который имеет такое внутреннее достоинство и силу, да? И в то же самое время этот человек неизвестный, какой-то бродячий проповедник. Кто это? Иисус говорит Пилату, царство мое не от мира сего. Поэтому то, что делает Иисус, то, что сделал Иисус, учение Иисуса, оно в этом мире не будет признано по достоинству никогда. И поэтому это даже удивительно, что Иисус попал в какие-то лидирующие позиции по рейтингам людей с их земным мышлением, когда они смотрят на всяких завоевателей. Да, если бы его поставили на первое место, это было бы действительно удивительно, да? Почему вы тогда не признаете, не примете его, да, в сердце? Да, но вот смотрите, почему я вспомнил этот рейтинг. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, намужайтесь, я победил. Что? Римскую империю, греческую там, вавилонского царя сверг. Кого сверг Иисус? Он говорит, я победил мир. Вы можете вспомнить еще кого-нибудь, кто выступил с таким заявлением? Я победил мир. Ну, был Александр Македонский, который считал, что он завоевал мир. Но он еще понимал, даже он понимал, что там еще Индия есть, еще Китай есть. Он уже не совсем безграмотный был. Он знал, что есть еще много-много территорий, которые надо ему завоевывать. Но у него было определенное ощущение, что он достиг определенной высоты в своем полководческих, своих амбициях и так далее, завоевательных. И Иисус говорит, я победил мир. И это уникально. Вот хотелось бы, чтобы сегодня мы просто об этом задумались, подумали. И Иисусу, чтобы победить мир, не надо было покидать пределов Палестины. И Иисус говорит, что есть определенная борьба, определенная война, в которой можно одерживать победу, не захватывая территории, не бегая с места на место, не перебегая из города в город, из страны в страну. А есть борьба другая, другого характера, другого свойства. И в этой борьбе, в этой войне Иисус одержал решительную победу и нанес сокрушительное поражение врагу. И этот враг – это не просто царь какой-то империи, это не просто какой-то народ или царство. Это враг, который владел всеми царствами земли. И он трепетал за эту свою власть над всеми царствами. И он пытался хитростью Иисуса привлечь на свою сторону, как бы подложным путем предложить Ему, на, я тебе и так отдам, зачем тебе? Но Иисус одержал победу. И вот хотелось бы, чтобы мы сегодня об этом размышляли, сегодня вечернее молитвенное служение тоже будет. Я думаю, что там мы будем тоже об этом размышлять и говорить. Есть борьба, в которой победа одерживается не силой меча, не силой воли, не силой характера даже, а какими-то другими силами, другими средствами. Итак, Иисус одержал победу. Еще один текст, который мы прочитаем, первое послание Иоанна, пятая глава, с четвертого по шестой стихи. Вот у нас в связке будут два этих текста. Первое Иоанна, пятая глава, с четвертого по шестой стихи. Написано. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. О, как! Оказывается, не только Христос побеждает мир, но и всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. И вот здесь вопрос, как бы ответ на вопрос, а как побеждаем? Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. И сия есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Водою, кровью и духом. Итак, здесь вот мы можем отметить таких четыре аспекта. Первое. Что победил Иисус? Мир. Мы сейчас чуть подробнее будем об этом говорить. Второе. Как Он победил? Здесь есть водою, кровью и духом. Это интересно. Что имел в виду Иоанн, когда говорил вот эти три вещи? Водою, кровью и духом. Третье. Кто еще побеждает, кроме Христа, рожденный от Бога, побеждает мир? Как Он побеждает? Верой. Сия есть победа, победившая мир, вера. Так написано, да? Ну, давайте чуть подробнее. Когда говорится, что Иисус победил мир, это что означает? Иисус победил мир. Завоевал мир, захватил мир или что? Мир в каком смысле? Как Иисус победил мир? Смерть, грех. Вот давайте мы разберемся, что такое мир, который победил Иисус. Что надо было вообще побеждать Иисусу, когда Он явился в этот мир, пришел в этот мир? Когда мы обращаемся в самое начало, мы видим, что начинается проблема этого мира, с чего начинаются? Зарождается грех, когда Ева согрешает, Адам согрешает, и появляется в этом мире то, что Бог не созидал. Появляется вожделение плоти, вожделение очей, да? Когда Ева посмотрела, увидела, что плод хорош для глаз, приятен, там и в пищу хорош, и что он еще и дает знания, то есть, она может как-то стать мудрее, умнее, даже сравниться с Богом, вот, в своем знании добра и зла. Это же предложил дьявол, да? Это мечта дьявола, кстати, да, вот, быть подобным Богу. И он это тоже предлагает Еве. То, о чем сам мечтал, он тоже самое Еве предлагает. Давай, ты тоже стремись к этому. И Ева поддалась, и вот это пошло, и до сих пор. То есть, мир наполнен похоть плоти, похоть очей, гордость. Дальше, мы видим, эгоизм Евы проявился, да? Она пошла за своим любопытством, любопытство поставило выше послушание, пожертвовало послушанием ради любопытства. Затем появляется страх перед Богом, и это то, что в этом мире сейчас есть. Страх. Потом ложная любовь Адама и эгоизм Адама. Затем вражда между людьми, Каин и Авель, да? Когда всего лишь несколько человек было на белом свете, один человек убил другого человека. Представляете себе? Это Первая мировая война была, или нулевая мировая война. То есть, весь мир был вовлечен в эту войну. Это война в пределах одной семьи. Вся земля состояла, все население из одной семьи. Затем смерть. Вот это явление смерти и страх перед смертью. Это то, что в этом мире управляет людьми. Сатана начинает владеть людьми и мотивировать людей через страх, стыд, эгоизм, гордыню, чувство вины. Все негативное, что появилось, оно вот тогда появилось. И появляется еще рабство греху, неспособность людям измениться. Неспособность справиться со своими грехами. В наше время мы все это можем наблюдать. Плоть желает удовольствия, глаза желают развлечений, сердце желает похвалы, признания. Любой человек, самый простой даже, он все равно хочет признания, он хочет, чтобы его уважали. И кто из нас свободен от этого? Кто из нас может сказать, что я свободен от этих вещей? Каждый внутренне, каждый человек считает себя лучше других. Но если не всех остальных, ну, во всяком случае, определенные категории людей уж яд-то получше. Каждый человек. И это... Хуже того, многие даже говорят об этом вслух. Они спокойно заявляют об этом и говорят, что они лучше других, что другие хуже их. Они по-другому это выражают, разными словами или просто своим поведением, но это видно. По отношению человека к другим людям, это видно, что он себя считает лучше. И в миру это обычное явление, но как это неуместно выглядит, когда это происходит даже в церкви? Даже в церкви это происходит. Когда кто-то с тоном прокурора начинает кого-то клеймить. Или как тот фарисей, да, помните, в храме говорит, что «благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди», или как этот мытарь. Вот. Или как тот пастор, который проповедовал про того фарисея, помните? Помните эту историю, знаете, да? Как пастор проповедовал на тему притчи вот этой, что фарисеи и мытарь вошли в храм молиться. И потом в конце пастор завершил молитвой. «Господи, благодарим тебя, что мы не такие, как этот фарисей. Что мы все-таки не такие, что мы...» Осудил фарисея, да? Сказал, что мы лучше, чем тот фарисей. Вот. И чтобы вы меня потом не обвинили, что я тоже себя считаю лучше того пастора, я вам сразу скажу, что я много раз бывал фарисеем, и бываю и сейчас фарисеем. Я себя ловлю на этом. Это происходит в нашей жизни, это происходит в нашем поведении. Когда мы начинаем кого-то обсуждать за глаза, вот в таком негативном тоне, вот как он мог то-то-то-то, когда мы допускаем, даже просто в своем сердце допускаем обида на другого человека, например, обида на другого человека, это уже проявление того, что ты считаешь себя выше его. Это проявление гордыни. Неприязнь к другому человеку. Очень распространенная вещь. Просто неприязнь к человеку. Неприязненные отношения. Это грех или не грех? Это грех, это тоже мир. Это мирское. То есть, это нет любви в нас. И здесь вопрос не в том, что мы должны себя казнить, корить за это, забить себя самобичеванием. Дело не в этом. А дело в том, что мы внутри сами такие, мы с этим родились. Понимаете? Наша греховная природа, то, что называется в Библии плоть, греховная плоть, это то, с чем мы родились, и мы с этим ничего поделать не можем. Это невозможно для человека что-то изменить здесь. Плоть, она с нами, и она остается с нами. Пока Иисус не придет и не даст нам новые совершенные тела, с новыми совершенными мозгами, вот, у нас эти искушения, они будут появляться. Разве мы сегодня не любопытны, как это Ева? А что там в гороскопе? Вот я время от времени слышу, что адвентисты иногда некоторые. А что там в гороскопе? Вот вы едете в маршрутке, и там по радио, допустим, работает, да? Сегодня водолеям будет большая удача, а вы, допустим, водолей. У вас слух не напрягается сразу? Что там про водолеев? Что там? Или газета лежит, допустим, да? И вы краем глаза замечаете, что там гороскоп, там и тот же самый водолей. И что-то там, а что там? Ну, просто так, интересно, любопытно, да? Что там? А с этого все начинается. У Евы с этого все началось. А что там, интересно, да? Ну, я знаю, вроде бы, как бы, да, но все-таки интересно. Вроде бы Господь сказал, не надо, но все равно. Вот это вот, но все равно, оно свойственно тоже, и оно тоже срабатывает. А что там в других церквах? А что там на этих злачных сайтах? А что там критики адвентийской церкви рассказывают? На чем они основываются? Вот интересно, что они там вот выискали еще? А посмотреть, а почитать, а оценить, а подумать об этом. А с этого все начинается. Дальше, если говорить о нашей любви, да, вот у Адама была эгоистичная любовь. В какой-то момент Адам в любовь к Еве поставил выше любви к Богу. Он Еву послушался, а Бога не послушался, когда взял этот плод и ел. Ева послушался. Любовь, вроде бы, разделю с ней судьбу, но это эгоистичная любовь. А где Бог? А каково Богу в этот момент? А то, что Богу больно в этот момент? Он не подумал. Он думал о Еве, о том, что ей будет больно, если она останется одна с этим грехом. А у нас что происходит? Бывает ли у нас такое? Любовь к человеку затмевает, любовь к Богу. Ради человека, чтобы ему было комфортно, я отстану с человеком, я разделю с ним что-то. Ну, божьими принципами немножко поступлюсь. Вражда. Бывает ли вражда в церкви? Бывает ли вражда в церкви? Иногда братья и сестры кидают словесные камни друг в друга. И это тоже так печально видеть, так трагично. В церкви уж не должно же этого быть. А потом, разве не отсюда нежелание предстать перед Богом? Когда такой образ жизни и страх перед Богом, это чувствуешь, что я наг, и я не могу предстать перед Богом, я лучше пойду, сошью себе смоковные листья, чем-то прикроюсь. Создается дистанция между мной и Богом. Разве не отсюда потом нежелание принять вечерю, когда человек говорит, ну, я не готов, или придумывает себе оправдание, что вечерю надо делать по-библейски один раз в год. При этом не может показать, где в Библии написано, что один раз в год надо вечерю принимать, но обязательно скажет, что это вот по-библейски. Ну, я считаю это жалкими оправданиями людей, которые просто не могут наладить отношения с Богом и с церковью. Не могут выйти на простоту, доверия Богу, близость отношений с Богом и с церковью. Смерть, болезни, страх перед болезнями и смертью. Кому это не присуще? Кто не боится? Есть такие, кто не боятся смерти? Да. Было время, я не боялся смерти. Потом, когда смерть заглянула мне в глаза, я понял, что я ошибался. Оказывается, я ее боюсь. Я ее просто не знал. Но сейчас я опять смелый, да. Я уже, если вернуться туда, уже той смерти, я бы, наверное, не испугался. Но она может прийти с новым лицом. Я не знаю, как будет, что будет со мной. Но есть и другое проявление. Когда мы начинаем с возрастом, возрастом обычно больше и больше говорить о болезнях, о лекарствах, о каких-то полезных продуктах, которые нам помогут. И вот это вот, когда эти разговоры, постоянно разговоры, разговоры о том, вот как со здоровьем, вот я слышал то, статью читал про это. А в это время люди вокруг нас гибнут просто от незнания Бога. Уходят в вечность неспасенными. А у нас фокус сместился. Вот этот страх смерти, страх старения, я бы даже так сказал, страх болезни и старения, и смерти, это нежелание стареть, оно приводит к тому, что у нас смещается фокус. И сегодня сатана крутит и вертит верующими людьми, как и неверующими. Я прямо скажу. Крутит и вертит, как хочет сатана, внушая. Вот все, что я перечислил, через это все сатана увлекает нас в какую-то суету, в какую-то мышиную возню. И Божья Церковь, которая предназначена, чтобы в этом мире провозглашать «взайди на высокую гору, возвысь силою голос твой, благовествующийся он и Иерусалим». Церковь не выполняет эту задачу. Не выполняет. Давайте прямо будем говорить. У кого из нас есть человек, которого мы ведем ко Христу? У кого из нас есть люди, с которыми мы занимаемся по Библии? У кого из нас есть люди, о которых мы целенаправленно, ежедневно молимся? Целенаправленно. Не есть, что мы молимся за каких-то людей, но я имею в виду не просто молитва, «Господи, вот есть такой человек, я тебе даю задание, пожалуйста, о нем позаботься». Не о такой молитве я говорю. Я говорю о молитве, «Господи, я понимаю, что ты мне поручил, чтобы я об этом человеке позаботился. Господи, я собираюсь к нему пойти, дай мне мудрость, что сказать». Вот о таких молитвах я говорю. Когда не мы Богу даем задание и указываем, что ему делать, а когда мы Богу показываем, что мы услышали его задание и просим, чтобы он дал нам мудрость и силы дал, когда мы пойдем и идем. Вот это, это, конечно, самое последнее, чего хочет сатана, чтобы мы взяли и перенаправили свои мысли на то, чтобы служить людям, на то, чтобы спасать людей. Поэтому он загружает нас, загружает всякими и обидами, и сомнениями, колебаниями, какими-то несогласиями в чем-то. Вот. И поэтому, и даже сегодня, верующие люди остаются рабами привычек и годами, годами не могут измениться. Годами не могут справиться с какими-то своими застарелыми привычками. Но если вы себя узнали, вот, я себя во всем этом узнаю. Если вы себя тоже узнали, то есть надежда. Да. Есть надежда. Но в чем надежда? Давайте смотреть, как Иисус победил. Иисус говорит, я победил мир. И нам тоже, нам не нужно идти куда-то в Вавилон и захватывать этот самый, вавилонскую крепость, чтобы быть завоевателями. Кто лучше завоевателя города? Помните? В притчах написано. Владеющий духом своим. Да. Владеющий собой, владеющий духом своим, лучше завоевателя города. А что значит владеть собой? Вот я частенько об этом думаю. Владею ли я собой? Владею ли я своей жизнью? Распоряжаюсь ли я своей жизнью? Или я как белка в колесе бегаю, бегаю, бегаю. И каждый раз вспоминаю, вот каждый раз, когда размышляю о своей жизни, оглядываюсь, вспоминаю, что ну вот опять не помолился, как надо, опять вот Библию не почитал, как хотел, опять вот хотел с человеком встретиться, пообщаться, и сил не хватило, времени не хватило, чтобы поговорить с человеком, который интересуется. Иисус владел собой полностью, своим временем, своими планами. Иисус каждое утро получал планы от Бога. Он молился, и Господь ему открывал, что ему предстоит делать в течение дня. Иисус так начинал каждый день. И поэтому у него не было ни спешки, ни промедления. В его действиях все было выверено, как по часам. Он всегда находился там, где он должен был находиться. Он всегда делал то, что он должен был делать по воле Отца. Поэтому он говорит, что я ничего не делаю. Ничего, ноль. От самого себя я ничего не делаю. Каждый шаг – это воля Божья. Хотим ли мы так жить? Скажите, ну вот это победа, да? Я было время, я читал много литературы о том, как управлять временем. Есть такое выражение, тайм-менеджмент, да? Управление временем. Некоторые потом тоже критикуют это выражение и говорят, как можно управлять временем. Время, оно течет, и что ты с ним сделаешь? И это правильно. Управлять временем ты не можешь. Управлять собой. Вот есть уже более такое высокое понимание управления. Управлять собой. Но это красиво. В книге, на бумаге все это очень красиво. Но когда вы пробуете это реализовать в своей жизни, столько противоречий включается, потому что семья требует одного, работа требует другого, еще какая-то активность социальная требует третьего, а здоровье твое говорит о четвертом. И тебе нужно это все как-то совместить. И здоровье свое поддерживать, и семья, чтобы была в порядке, и на работе, чтобы были довольны. И как это все совместить? Глубок противоречий. Попробуйте. Я пробовал много лет. Разные системы перепробовал, разные ежедневники, разные системы планирования дня, месяца, года. Все перепробовал. У Иисуса не было ничего из этого. Вот что уникально, что интересно. У Него не было ежедневника, у Него не было что-то расписанного на годы вперед. У Него было видение, и у Него были планы, которые он получал от Бога. И он каждый день это обсуждал с Богом. Поэтому он владел собой. Он владел своим временем. И Иисус победил мир. Он победил страх, эгоизм, тщеславие, похоти всякие разные. Он все победил, и все побеждал ежедневно. И он жил победителем. Он не знал поражений. И он говорит о том, что это возможно для нас. Мужайтесь. Я сказал вам это, чтобы вы во мне имели мир. И сияя есть победа, победившая мир, вера наша. Ну вот, смотрите. Иисус победил похоть плоти, похоть очей, гордыню. Во время искушения в пустыне Он сказал, написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи. В таких чрезвычайных обстоятельствах, когда человек голоден, там написано напоследок в залкал, вы испытывали когда-нибудь сильнейший голод? Сильнейший голод. Вы замечали, что в этом состоянии возрастают всякие негативные вещи? Раздражительность, обидчивость, ранимость. И вот в таком состоянии Иисус на самое сильнейшее искушение Он отвечает, что написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи. Иисус проявлял также доброжелательное отношение ко всем, без исключения. В Нем не было такого желания выделить каких-то любимчиков, у Него не было эгоистичной любви. Он имел любовь жертвенную по отношению ко всем. Он не делил людей на друзей, врагов. Он был открыт для всякого, кто ищет общения с Ним. Поэтому мытари, грешники, фарисеи, любой человек мог в Нем найти друга. Иисус победил эгоизм. Его принципом в жизни был принцип служения. Что я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы мне послужить. Он пришел, чтобы послужить и послужить во спасение. То есть, отдать свою жизнь за других, до такой степени послужить. И Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. То есть, вот так Иисус победил эгоизм. Это пример для нас. Это пример для нас. Иисус победил вражду. Вот были самаряне, с которыми были плохие отношения у иудеев. Иисус с ними общается, как с равными. Были язычники. Иисус и для них открыт. И общается с Ним, он готов прийти в дом этого сотника. Сотник считает себя недостойным, чтобы Иисус вошел к нему, а Иисус считает, что ничего, это не проблема для него. И вот таким образом он победил вражду. Иисус победил власть сатаны тем, что он мог изгонять бесов просто словом. Власть Иисуса, сила Иисуса превосходит бесовскую силу. Иисус победил смерть и страх перед смертью. Мы, когда боимся смерти, мы думаем только о земной смерти. Иисус смотрел в лицо второй смерти. И он принял вторую смерть без страха. Ну да, был страх, но который он преодолел, он победил его. как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус умер, чтобы избавить нас от страха. Вопрос в том, мы избавились от этого страха или нет? Что, Иисус зря умирал? Мы обрели свободу от этого страха или нет? Если нет, то Иисус, получается, зря умирал. Иисус не поддался греху и освободил множество рабов греха. Вывел на свободу. Чего ему стоила эта победа, мы знаем. Так вот, как побеждать? Кто побеждает? Побеждают рожденные от Бога. И как побеждают? Верой. А что такое вера? Здесь я хотел бы услышать ваши ответы. Я почти уверен, что вы сейчас скажете. Прозвучит один ответ. Да, не надо вот таких заумных, замудренных каких-то фраз, чтобы только отстали. Доверие Богу. Вера – это доверие Богу. Хорошо, спасибо. Еще какие определения вы знаете? Что такое вера? Какого человека можно назвать верующим человеком? любящего Бога. Хорошо, спасибо. Спасибо. если умрем, оживем. Если умрем, оживем. Вот это вера, я вот такое дал определение. Давайте мы его сейчас взвесим. Такое определение. Вера – это Христос в тебе. Верующий человек – это человек, в котором живет Христос. Верующий в Христа – это тот, в ком Христос. Ну, для меня оно самое конкретное, самое понятное. не вера в то, что Христос это Бог или Он Сын Божий или еще что-то, а Христос живущий во мне. Вот вера. Не Христос на Голгофе, а Христос во мне. Понимаете? Да, Христос на Голгофе – это мы понимаем, это истина. Но если Христос, который на Голгофе не стал Христом во мне, то это не вера вообще. Это просто согласие с какой-то объективной реальностью. Но вера – это когда живой Христос во мне. Если Христос не живет в тебе, то ты неверующий. Ты не Божий. Не Божий. Не верующий. Ну, нет смысла называть себя верующим человеком, если ты всего лишь знаешь о Христе, ты знаешь какие-то истины о нем, ты знаешь хорошие и красивые истории о нем, и ты иногда даже плачешь, когда вспоминаешь эти истории. Этого еще недостаточно. Вот когда Иисус во мне, а это что означает Иисус во мне? Это означает, что я говорю как Иисус, я поступаю как Иисус, я с людьми общаюсь как Иисус, я делаю людям то, что сделал бы Иисус. И что делал Иисус, живя на земле? Да, я слышу его голос, это означает его водительство, я знаю, чего он от меня ожидает, и я с ним в диалоге нахожусь постоянно. несколько текстов хочется прочитать, и это очень связано с темой победы. Победа Христа становится нашей победой, когда сам Христос в нас. Это очевидно, правда? Я поэтому говорю, очень простая проповедь сегодня, очень легкая, знаете, легко было готовиться. но это на словах она простая, поэтому, да, у меня было желание, знаете, назвать одну из моих проповедей самая бесполезная проповедь. Да, вот эта проповедь, которую я сейчас говорю, это самая бесполезная проповедь, потому что это всего лишь слова. Если она останется всего лишь на словах, то это самая бесполезная проповедь, потому что проповедь не меняет ничего, проповедь не изменяет нашу жизнь. Вот вы сидите, Вы сейчас выслушаете целую проповедь, и результат будет ноль в плане изменения. Вот если вы зацепите какую-то мысль для себя, услышите, что Бог, может быть, вам сейчас проговорит, и вы скажете Богу, да, Господи, я услышал, и дальше что-то будет в вашей жизни, какие-то действия, вот тогда будет польза, но уже не от проповеди польза, а это ваше общение с Богом. Ну, поэтому, да, проповеди бесполезны в этом смысле. Ну, вот смотрите, тексты некоторые прочитаем, Колоссянам 1,27. Колоссянам 1,27. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Тайна Евангелия в выражении апостола Павла – это Христос в вас. Упование славы – это славная надежда. Славная надежда. Павел видел в этих простых Колоссянах, да были такие же люди, как мы с вами, может, даже еще проще, может, мы даже круче. Но Павел видел в простых Колоссянах то, что они вот этот момент усвоили, они Христа восприняли. И Павел начал видеть, что в них Христос стал проявляться. В их жизни, в их отношениях, в их отношениях к самим себе, к другим перемены стали происходить. И для него это было очевидно, что Христос в них поселился. Представьте, для Павла какое это было радостью, что его служение, оно не зря. 1 Иоанна 4,4 написано. «Дети, вы от Бога». 1 Иоанна 4,4. «Дети, вы от Бога и победили их». Интересно, кого нам нужно побеждать? Буддистов всяких, конфуциан или мусульман, или кого нам нужно. Речь идет о чем? С кем наша борьба? «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Ну, он пишет о тех, которые устраивали гонения на церковь в то время. И он говорит, они на вас гонения устраивают, они вас в плен, они вас убивают, ведут на эшифоты, бросают диким зверям в Колизеи. Но вы их уже победили. Вы погибаете, вроде бы, умираете. Как Павел пишет, интересно, да? Мы умираем, но не погибаем там. Мы безвестны, но нас узнают. Вот этот парадокс, он очень интересный. В этом мире ценятся другие вещи. И этот мир никогда нас не примет, потому что мы последовали за Иисусом, которого мир отверг. И если Иисус в нас, то нас точно так же распнут, как Христа. Чем больше Христа будет в нас, тем больше похожа будет наша участь на участи Иисуса Христа. Ну да, все желающие жить благочестиво в этом мире будут гонимы. Так написано. То есть это может произойти в разной форме и в разное время. Но все так, как мы читаем. То есть если мы будем настоящими христианами, то на нас будут гонения, да, начиная с самых наших близких людей. Если мы настоящими будем, если мы не будем молчать, если мы будем идти возвещать, если мы людям будем говорить, что вы погибнете, если вы не поменяетесь, если вы не примете Христа. Хороший вопрос. Да. Я думаю, эти вопросы, Олег, нужно сейчас направлять к Богу мысленно. Пусть Бог даст ответы. У меня нет ответов. У меня есть вот то, что я приготовил. Бесполезная проповедь. Ефесянам 3.17 Верою вселиться Христу в сердца ваши. То есть вот задача какая? Верою вселиться Христу в сердца ваши. И там есть целый список того, что дальше происходит. Ефесянам 3.17 Верою вселиться Христу, да, ну до этого, додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, крепко утвердиться Духом Божьим во внутреннем человеке. Вы знаете, что это означает? На практике утвердиться Духом Божьим во внутреннем человеке. Верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотой Божьей. То здесь очень важные вещи говорятся, но очень мало это заметно даже в верующих людях. Укорениться и утвердиться в любви. Это какая степень любви, представьте. Ну и здесь говорится, что широта, долгота, глубина, высота. То есть есть определенный объем еще такой Божьей любви. И она превосходит разумение, но ее надо уразуметь. Так написано. Любовь Христа превосходит разумение, но ее нужно уразуметь. Как это уразумевается? Это словами ты не передашь и не объяснишь другому человеку. Когда она в тебе поселяется, любовь Божия из его сердца наши, Духом Святым данным нам. Когда в тебя поселяется, и ты начинаешь любить действительно всех, не просто на словах, потому что ты христианин, я люблю всех, а когда ты по-настоящему любишь человека, который даже тебе был неприятен. До этого он был неприятен, а теперь ты его любишь. Ну вы можете сейчас задуматься, кто вам сейчас неприятен. Ну я думаю, каждый, если задумается, может не каждый, я думаю, святые тоже есть. Кто вам неприятен? Вот когда вы его будете любить от сердца, как Христос, вот на Голгофу взойти готовы за этого человека, это означает, что вы уразумели эту превосходящую разумение любовь. Потому что она не уразумевается умом, разумом этого не достигается. Но когда ты проводишь обильное время в общении с Богом, то это приходит само, от Бога, оно изливается Духом Святым данным нам. Это единственный путь, как можно одержать победу над миром. Иисус одержал победу именно так, наполняясь от Бога. И нам, мы тоже только так можем одержать победу. Только наполняясь от Бога можно полюбить неприятных людей. Вот. Дальше Павел пишет, Галатам 2.20, Галатам 2.20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу веру и в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Ну, слушайте, ну, если Павлу это было возможно, а мы чем хуже? Ну, если Павел говорит об этом вот так спокойно, заявляет во всеуслышание, пишет это в письме Галатам, потом это входит в Писание. Но если Павел смог, а нам кто мешает? Что поменялось? Он говорит, я не живу, а живет во мне Христос. Это какая степень посвященности Христу? Это какая степень пребывания Христа в человеке? Что он говорит, что... Помните, песня даже такая есть, что «Меньше я, больше ты» там сначала, а потом «частью я, частью ты», потом «меньше я, больше ты», а потом «я никто, и все лишь ты». Ну, Павел, наверное, тоже не сразу был процесс, да? Но этот процесс был достаточно короткий. Это не то, что годами и десятилетиями. Нет. Достаточно коротко. Но это был процесс, когда он капитулировал окончательно и просто впустил Христа и сказал «ты управляй». Это означает, что когда ты чем-то думаешь заниматься, ты спрашиваешь «Господи, ты одобришь это занятие или нет?» И можешь сейчас проанализировать, вот на этой неделе, чем вы занимались, ну и просто подумать, а какое из этих занятий Христос бы не одобрил? А потом можете задать вопрос, а почему я его не спросил перед тем, как этим заниматься? Вот и все. То есть я вот задаю себе эти вопросы и очень, знаете, ну, есть над чем думать. Почему мне это занятие приятного? Оно, да, оно и получается, оно приятно, потому что есть плоть. И оно всегда будет приятно плоти. Не обольщайтесь, что оно когда-то, плоти вашей станет неприятно. Проблема в том, что... Дело в том, что когда мы сближаемся со Христом, то тогда Его мышление, оно начинает доминировать и заполняет нас. Когда мы обильное время проводим с Богом, тогда в нас происходит вот эта перемена, и Дух Божий в нас воссоздает Христа. Христос поселяется в нас. Еще один текст, Иоанна 6,56. Иисус говорит, это Евангелие от Иоанна 6,56. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Это как? «Едущий мою плоть». Мы всегда эти слова вспоминаем на вечере. Но вот «есть плоть», «пить кровь Христа» – это означает размышлять о нем, правда? Мы понимаем, что это символический язык. Размышлять и особенно о его страданиях, о его смерти. Есть хороший совет каждое утро посвящать время тому, чтобы размышлять именно о страданиях Христа, о его смерти. И что в этом сила. Иисус говорит, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, как Моисей змею в пустыне вознес, чтобы всякий мог, взирая, жить. Тогда такой человек пребывает во мне, и я пребываю в нем. То есть вот ответ. Как стать победителем? Взирая, размышляя, мы обретаем эту силу победителя. Иоанна 14, 23. И Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Любить Христа, соблюдать Его Слово. Любить Христа. Вообще, любить человека мы понимаем, лучше понимаем. Любить Христа – это чуть сложнее. Ну, кто уже с годами, несколько лет уже христианин, уже представляет себе, да? Ну, я знаю человека, который говорит, «Я люблю Христа вообще, когда я слышу имя Иисуса, у меня внутри все». Да. Но при этом этот человек не имеет отношений с Церковью Иисуса Христа. Этот человек не имеет духовной жизни, глубокой, ежедневных отношений с Богом. Но это больше такая, может быть, привязанность как привычка. Но я хочу сказать, даже являясь членом Церкви, можно обольщаться, что я люблю Христа, я же хожу в собрания, я же читаю Библию, я даже молюсь, я даже там десятину, там все остальное, я люблю Христа. Но можно при этом обольщаться, на самом ли деле ты любишь Христа. Когда, допустим, вот есть у вас любимый человек, муж, жена, парень, девушка, вот, и перед вами выбор, там, я не знаю, посидеть дома что-то, посмотреть фильм какой-то, или пойти навстречу к этой девушке, к этому парню. Что вы выбираете? Так вот, именно наш ежедневный выбор показывает, насколько мы любим Христа. Ежедневный выбор. Не просто соответствие каким-то канонам, нормам, вот, церковным, а ежедневный выбор в простых вещах показывает, с чем или с кем я провожу больше времени, то я и люблю. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Иисус вселяется в сердце. И 2 Коринфянам 6,16. Какая совместность храма Божия с идолами? 2 Коринфянам 6,16. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вселюсь в них, и буду ходить в них. Какая сила в этих словах? Сила, которую мы до конца не оценили. Бог, живущий во мне и ходящий со мной, моими ногами, моими устами говорящий, моими руками делающий что-то. Бог, обитающий во мне, вселюсь в них. И вот апостол Павел пишет в послании к Галатам, 4 глава, 19 стих. Очень интересный текст. Галатам 4,19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения...» Для мужчин это мало понятно. Женщины лучше понимают. Но Павел почему-то вот так сравнивает. «В муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он их заново рожал. Почему заново? Потому что он уже однажды это переживал. Когда он им проповедовал, они приняли Христа. Это были как роды для апостола Павла. Он с великими мучениями это все переживал. А теперь он говорит, «Я опять в муках, потому что вы потеряли Христа. Вы ушли от Христа». Он пишет Галатам, вот прочитайте послание Галатам, он пишет, что вы все потеряли, все растеряли. Вы... От вас остался только внешний облик церкви. Вы выглядите как церковь внешняя. Вы собираетесь вместе, читаете Писание, вы соблюдаете что-то, то-то, то-то. Но так, как вы разговариваете и так, как вы общаетесь друг с другом, вы потеряли Христа. Нет Христа в вас. Поэтому именно Галатам он пишет, что «Я распялся Христу и больше я не живу, а живет во мне Христос». Он как образец говорит, «И в вас должно быть то же самое. В вас должен жить Христос. Не просто каноны, нормы какие-то, внешнее поведение, но сам Иисус». И он говорит, «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». А кто из нас переживает такие муки, что не изображен Христос? Во мне, в моем ближнем, в члене церкви. Вот я как пастор должен переживать эти муки. Знаете, периодически такие муки переживаю. Иногда устаю от этих мук. Это для меня тоже испытание. Иногда хочется махнуть на все рукой. У нас хорошая церковь. У нас, слава Богу, очень хорошие христиане, добрые. На самом деле, Иисус присутствует в нашей церкви, я это ощущаю. Бывают моменты, когда конфликты какие-то, какое-то недоразумение, недопонимание, когда ложные учения проникают, и людей сбивают с толку, и ты удивляешься, как они потеряли Христа так быстро, увлеклись учениями, и не заметили, что дух другой овладел ими. Ладно, учения, какие-то понятия, каких-то там троица, не троица, еще что-то, но сам дух, сам формат отношений, само общение, твое отношение к ближнему, к твоему, который тебе брат был до сих пор, но почему нет возможности спокойно с любовью разговаривать? Куда делась любовь христианская? Вот это, это приводит действительно к мукам. И апостол Павел переживал эти муки рождения. «Доколе не изобразится в вас Христос?» Наверное, друзья, нужно молиться, чтобы Господь дал нам эти муки, чтобы мы начали мучиться до тех пор, пока не изобразится Христос во мне, в тебе, в каждом из нас, чтобы в нашей церкви Христос воссиял, чтобы в отношениях, в решениях которых, в словах, которые мы говорим, чтобы мы умели так прощать, как Христос, так любить, как Христос, так приветствовать друг друга, как Христос, так прощаться друг с другом, как Христос. Как так желать увидеться друг с другом, как Христос желает нас видеть. И вот Иисус говорит в Откровении 3.20, это последний текст, который мы прочитаем. «Се стою у двери и стучу». И это, ну, удивительно, да, что Иисус обращается к церкви последнего времени именно с этими словами. Как это? Церковь прожила целую историю, христианская церковь, две тысячи лет истории, и пришла она к чему? Конечно, эти слова относятся не только к церкви в целом, но они относятся к каждому человеку. Если кто услышит голос мой, то есть они говорят, если вся церковь услышит голос моего тогда. Нет, если кто, любой, каждый. Это слова, обращенные к каждому человеку, к тебе и ко мне. Если ты услышишь голос мой, откроешь дверь, я войду к тебе и буду вечерять с тобой, и ты со мною. Войду. И не зря сразу же следующий стих говорит «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его». Так в чем победа? Иисус победил мир. В чем? В том, что он жил постоянно с Отцом. Отец пребывал в нем, и он пребывал в Отце. И Иисус говорит, именно эту победу и должен одержать каждый верующий. Особенно в последнее время, в последней церкви. «Я стою, стучу, если ты впустишь, тогда ты победишь». В этом твоя победа. Не в том, что ты сам себя мобилизуешь, не в том, что ты найдешь в себе силу характера, и, наконец-то, ты справишься, наконец-то, ты изменишь что-то в своей жизни. Не в этом победа. Победа в том, что ты впускаешь Христа. И в этом самое главное сражение, соответственно. Самое главное сражение каждого дня – это сражение за молитвенное время. Ну, и вы можете проанализировать прожитую неделю. Как у вас с этим сражением? Победили или нет? Победу, кто одержит, тот, кто вырвет это время из цепких лап сатаны со всеми его обольщениями и суетой, выделит и скажет, это мое время с Богом. Это время, когда я открываю мое сердце для Христа, и я не сойду с этого места, пока Иисус, пока я это не осознаю, что Иисус вошел, и Он во мне. Но, опять же, на словах это бесполезно. Это то, что нам нужно переживать в жизни. Победа – это Христос в тебе. И есть только один способ, как эта победа достигается. Это обильное время, проводимое с Богом. До тех пор, пока ты не будешь твердо знать, что я во Христе, и Христос во мне. Пусть Бог поможет нам. Аминь.